Это правда, что Вань так сказал? Что? По поводу контракта, что расторгать собираешься. Да, после всей этой фигни, да. Вот и какой фигни? Ну, какой-то рапорт собираюсь написать 3-го числа на то, что на отказ идти, ну, типа дальше здесь находиться. Потому что есть вариант того, что либо нас будут менять частично, либо нас еще на 3 месяца держат, а там может быть еще и больше. Это военное положение? Ну, например, в нашей стране положение, я постоянно обстрелываюсь, это стрельба, полеты, мировые, все это, все это, все это, в целом, будем страшно. Ты не спишь или что, или где-то психологически давит? Ну, психологически, можно так сказать, давит. Я понимаю, что у вас, как говорится, не навсегда могут поменять там, что обратно не вернетесь, но хотя бы там на 10-15 дней отпустят отдохнуть, просто прийти в себя. Ну, не на 10-15 дней, нас привезут и отпустят в отпуск сразу. Мы уже больше не поедем, потому что наша команда уже не хочет больше ездить. И кому-то сказал, что больше кавероградские войска сюда едет не будут. Ну, потому что там они укрепляются. Ну, где? На Балтийском море, если только. Да. Я говорю, что просто в Каверограде там идет укрепление, потому что между это, ну, там граница с Польшей. Я знаю. Поэтому ждите, когда вас поменяют, Угорёх. Я, конечно, очень хочу, чтобы ты вообще, ну, как бы, приехал бы, чтобы не ездил. Да, я сам туда больше. Я на следующий раз буду просто отказываться, если буду говорить о кучине. Нам-то, блин, только. Ну, пока не подписывай, никакие больше бумажки и все. Нет, смотри, нам только сказали, потому что движуха все вот это начинается с откиньки, посадочнее все фигмой. Вот. И нам сказали, что мы видим, мы просто сказали, что, типа, вы едите в комбинировку, типа, в поля начехла. Ну, мы такие думали, ну, ладно, фиксируем. Говорят, у вас есть 40 лет, чтобы загрузиться. Загрузились, я был в ужасе, я нифига не понимал, что происходит. И собирают уже сказали, что мы его направим, это как дом пейзи. Обсираем всех наших полковников, да, потому что они уже натуру охраняли. Просто, я просто тоже, для информации, как мы сказали, то что, если приедет 79-й полк сюда, то мы, скажем, вместе с ними пойдем на вступление в сторону Харькова. Тут больше 100 санев, кажется, и уже пытаются смотаживать, ну, типа, смутся отсюда, все довольны, через границу в Россию. А сейчас там 10 человек, и Урал готовится, вот, уже пытаются, типа, на готове. В случае какой-нибудь хрена сразу выбрали, вылезли выскочить и ехать, что он будет, он должен, да. Там уже и в канистр набрали тоже солярки поставили, в журкузу, подготовили. У меня с ними поговорили, если что, меня по пути подхватит. Я, естественно, не смотаюсь. Они будут считать это как диверсия, у нас, вот, парнишка, типа, сержант, уже отсюда смотался, он на легковушке уехал отсюда, ну, на это, отобранного укропов, типа, машины. Он теперь еще границу сдал автомат, все это броню и оружие, приехал домой, а не надо же дело завести не могут, потому что, ну, это, как бы, считается диверсией, но не могут завести никакое дело, потому что у него нет никаких, типа, заморочек, все фигни уголовки, ничего. Они не могут, короче, докопаться, вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok